всем привет сегодня готовим крылышки как в киевсе и так что нам для этого нужно крылышки я их разделила на суставы вот кончик не нужен специи у меня здесь значит на полтора килограмма крылышек 2 чайные ложки соли 1 столовая ложка сушеного чеснока пол чайной ложки острого красного перца почему пол чайной ложки обычно в киевсе все очень остро потому что у меня паприка в панировке будет тоже острая если паприка у вас обычная то добавьте больше красного перца пол чайной ложки черный перец 1 чайная ложка куркумы и 1 неполный стакан теплой воды что мы делаем для начала смешиваем все специи значит соль чеснок красный перец черный перец куркума а еще забыл вам сказать две столовые ложки подсолнечного или оливкового масла теплая вода все хорошенько перемешиваем оригинале в киевсе вместо чеснока добавляют имбирь молотый все перемешали добавляем этот маринад нашим крылышкам хорошенько перемешиваем перемешали накрыли чем-нибудь оставляем как минимум на два часа можно больше можно с утра сделать и оставить на вечер если у вас гости вечером допустим пожарить вечером я вот так и сделаю я пожарю где-то через 45 часов крылышки замариновались прошло пять часов у меня делаем панировку значит у меня здесь три стакана муки добавляю две столовые ложки крахмала добавляю две столовые ложки паприки две столовые ложки соли и одна чайная ложка сахара все хорошенько перемешиваем панировка готова вот наши крылышки нам нужно слить вот этот маринад которому мариноваться он нам больше не нужен слилая маринад дальше нам надо обвалять ее вот в этой муке обваляли складываем вот в сито так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аромат такой стоит от маринада вкусный. Сложили все в сито, встряхнули лишнюю муку. Продолжение следует... Стряхнули дальше, опускаем ее в тазик с водой вместе с ситом. Сейчас я долю воды чуть-чуть. Вода обычная. Нам нужно продержать в этой воде где-то секунд 30, может, минуту. Нужно, чтобы мука хорошенько намочилась. А пока поставим масло греться. Я буду обжаривать вот в такой кастрюльке с толстым дном. Масло нужно лить, хотя бы, чтобы крылышки наши утонули. Поэтому, скорее всего, у меня уйдет вся бутылка. Достаём наши крылышки. Сливаем всю воду. Лишнюю. Нам нужно ее снова в этой же муке обвалять. Второй раз. То есть здесь яйца не используются. Поэтому у них такая панировка интересная. С яйцами так не получится. Делаем так со всеми крылышками. Масло нагрелось. Опускаем наши крылышки. Обжариваем 10-12 минут. Можно достать одну проверить. Я думаю, они готовы. Следующая партия. Так, крылышки наши готовы. Достаем. Добавляем. Добавляем.